Сделано в России и этим можно гордиться. Что такое ювелирные часы и как их производят? Где обучают российских часовщиков? Почему часовые механизмы собираются вручную? Мы покажем полный цикл производства. Приборы времени. Конечно, нельзя сравнивать объемы часовой отрасли России с теми, которые были во времена СССР, когда Советский Союз делил второе место вместе с Японией после Швейцарии. Но и сейчас Россия производит и ювелирные часы, и часовые механизмы, и эксклюзивные модели, и для массового потребителя. Для того, чтобы получить объективную картину, мы побывали на трех московских заводах. В производственных цехах предприятия «Ника» изготавливают ювелирные часы. Корпуса изделий состоят исключительно из драгоценных металлов – отечественных. Внутри – швейцарские или японские механизмы, заключенные в герметичную капсулу. И это тоже отечественная разработка, о ней чуть позже. Предприятие выпускает свыше 25 тысяч изделий в месяц. От момента зарождения идеи и разработки дизайна будущих часов до их выпуска проходит около года. Процесс производства золотых корпусов начинается с этого слитка. Его масса – 12 килограммов, содержание золота в нем – 4 девятки. Чтобы получить золото 585-й пробы, в него нужно добавить еще медь и серебро. Затем полученную заготовку пропускают через прокатный стан не менее 50 раз. И вот такая лента поступает в цех штамповки. Из ленты толщиной в четверть миллиметра на гидравлическом прессе с помощью вырубки получают плоские заготовки. А из них изготавливают различные детали – корпуса, заглушки, крышки. При производстве часового корпуса используется не менее 30 разных штампов. С их помощью также вырубаются окна под стекло, чеканятся места для установки камней. Чтобы получить крышку часового корпуса, необходимо эту заготовку поместить в специальный штамп. И затем посредством давления пресса в одну тонну мы получаем объемную деталь. После штамповочного участка детали для сборки часового корпуса попадают на участок пайки. Здесь при высокой температуре в печах, называемых «соло», происходит точечная склейка отдельных деталей с корпусом. Пайка очень сложных деталей происходит вручную. Далее будущий золотой корпус попадает на участок механической обработки, где высверливаются отверстия. С их помощью в корпусе размещается заводная головка, кнопки и ремешок. Затем детали попадают в цех полировки. На кругах с применением специальных шлифовальных композитов части будущего изделия доводят до идеально гладкой поверхности. Паста ГОИ для такой операции уже давно не применяется. При обработке корпуса на нем оседает пыль от круга, которая смывается при температуре 80 градусов в ультразвуковых ваннах. После трех таких промывок детали продувают парогенератором, сушат и все готово к сборке. Она проходит в два этапа. Сначала вручную собирается первичный корпус или герметичная капсула. Это сейфы из латунной крышки со стеклом. Внутри находится механизм швейцарского или японского производства. Циферблат со стрелками и заводная головка. После этого финальная стадия. Окончательный этап сборки часов происходит на этом рабочем месте. В золотой корпус вставляется герметичная капсула, закрывается крышка и осталось надеть только кожаный ремешок и часы готовы. Затем их тестируют на водозащищенность и точность входа. В производственной цепочке часов по технологии со сборкой капсулы отсутствует одно звено – изготовление часовых механизмов, сердцевины изделия. Давляющая конкуренция мировых лидеров в Швейцарии и Японии, а также ценовое преимущество китайца, выдавилось часового рынка очень многое. В России, к тому же после перестройки, появилась большая проблема – специалисты. Кадры мы берем либо старые советские, которые еще чего-то помнят и умеют, либо учим молодежь, собственно говоря, у себя на предприятии. Мастеров, работающих на производстве и сборке часовых механизмов, найти сложно, но можно. Они есть, например, на заводе «Полет». На предприятии работает 80 специалистов. Они занимаются изготовлением наручных часов, морских хронометров и часов палубных. Эти уникальные приборы всегда собирают вручную, потому что требуется селекционная сборка. На нее уходит около полугода, все-таки более тысячи различных операций. Детали часового механизма и различные внешние части корпуса, в том числе и заводная головка, изготавливаются на специальных станках. Мы стараемся идти в ногу с мировой часовой промышленностью, поэтому я думаю, что наши-то часы не хуже. Во-первых, мы можем совершенно точно гордиться качеством наших палубных часов, морского хронометра. Часовой механизм состоит из 150-200 различных деталей. На заводе «Константин Чайкин», так же, как и на предприятии «Полет», механизмы производят на собственных мощностях. Важнейшие детали внутренности часов изготавливают на фрезерных и токарных станках. Основа часового механизма – так называемая платина. Сейчас ее вытачивает этот станок. По конфигурации несущая система самая сложная. Содержит до 100 отверстий различных карманов, выемок с переходами высот. От точности ее изготовления зависит качество хода механизма. Помимо платины, важнейшей деталью часового механизма являются мосты. В них меньше конструктивных элементов, а еще пружины, шестеренки, драгоценные камни, винтики и болтики. На производство и сборку уходит около двух месяцев, и только после этого часовой механизм станет одной и самой важной деталью часов, которые должны быть точны, удобны, красивы и долговечны.